Корь, краснуха, полиомиелит, оспы, столбняк, дифтерия – все эти болезни, приводящие к смерти миллионов, еще сто лет назад, сегодня практически забыты. Случилось это благодаря вакцинации. Остановить коронавирус тоже должна помочь прививка, уверены медики. И хотя ни одна разработанная вакцина не дает стопроцентный иммунитет, тем не менее, даже эффективность 80-90% обеспечит надежную защиту большинству привитых. Только вакцинация может нас спасти от такого большого распространения этой инфекции. Это создание коллективного иммунитета. Чем больше у нас в городе привьются, тем больше у нас будет создан коллективный иммунитет, тем меньше у нас будет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. На выбор соровчанам три вакцины. Эпивак-корону, например, рекомендуют сделать тем, кто уже переболел. Чумаковскую вакцину Кови-Вак делают людям от 18 до 60 лет. Отбирают их по ряду показателей. Самая сильная вакцина, которая существует сегодня – ГАМ-Ковид-Вак или Спутник Ви. Это генно-инженерная вакцина, основа создания этой вакцины – это все наши вакцины. Как мы от гриппа прививаем. Здесь взят убитый аденовирус и куда вставили ген белка коронавируса. Вот и все. Здесь ничего нового нет, опасного нет. КБ-50 в связи с ростом заболеваемости наращивает темпы вакцинации. Так как больше времени в этом процессе занимает осмотр врача, а не сама инъекция, решено было открыть дополнительные кабинеты для приема тех, кто пришел на прививку. В ядерном центре прививки делают в том числе и в здравпунктах. Сейчас мы выезжаем ведь на дом и прививаем немобильных и маломобильных пациентов. Я думаю, что по заявкам предприятия, тем более, если мы получим сейчас вакцину, которая может транспортироваться в незамороженном состоянии, мы уже можем выезжать и на предприятие. Врачи напоминают, делать прививку можно и тем, кто переболел уже спустя полгода после выздоровления, даже если у человека еще есть антитела. Записаться на вакцинацию можно в регистратуре поликлиника или на портале пациента. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.